Продуктивность определяется как возможность человека производить какое-то количество действий за определенное время. И еще есть такое понятие как эффективность, то есть эффективность это на самом деле нечто обратное производительности. То есть быть эффективным значит делать много вещей за меньшее время, то есть продуктивность это больше вещей за определенное время, а эффективность это меньшее время, ну фиксированное количество вещей, например, за меньшее время. Но на самом деле эти понятия продуктивности, они вводились в принципе тогда, когда было очень много ручного труда, то есть, например, люди работали на заводах, на мануфактурах. И поэтому такое определение было более-менее актуально. Мы, например, в нашей лаборатории проводили уже два исследования продуктивности. И мы в том числе спрашивали у людей, что такое продуктивность для них, то есть, как они это для себя определяют. И люди для себя определяли продуктивность как, например, внимательность и концентрация, что это одно и то же. Или то, что это возможность, способность совершать какой-то значительный результат в течение долгого времени. Или делать то, что запланировано и быть удовлетворенным результатом. То есть, не только сделать, но еще быть удовлетворенным результатом. Или, например, вот последнее особенно мне нравится, то, что продуктивность это такое чувство, когда ты, как будто бы ты подключен ко всей вселенной и получаешь новые идеи и решения. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас для человека продуктивность не обязательно означает, что он сделал много действий. То есть, оно включает в себя и некоторую ментальную компоненту обязательно. То есть, либо внимание, либо концентрация, либо вот чувство, что ты чувствуешь вдохновение, получаешь новые идеи. И ты удовлетворен результатом. И, то есть, в принципе, еще важно, что ты делаешь достаточно, и при этом твое здоровье, твое состояние не ухудшается. То есть, мы это еще называем такая здоровая продуктивность. И чтобы как-то упорядочить для себя, что такое продуктивность, как с ней работать, я хочу разложить это на четыре вопроса. То есть, например, продуктивность – это то, во-первых, как вы отвечаете на вопрос «Зачем?», то есть, зачем вы делаете что-то? Это что вы, собственно, делаете? Ну, какие конкретные действия? Этим еще она определяется? То, как вы делаете эти действия? И как вы при этом себя чувствуете? Ну, сейчас мы немного поговорим про каждый из них. Во-первых, про вопрос «Зачем?». Здесь проведем график из такого мета-обзора Себастьяна Георга из Университета Флориды. И какие основные выводы? То, что, ну, если у вас есть работники, которых вы можете стимулировать либо только бонусом, то есть деньгами, денежным вознаграждением, либо целью какой-то, причем цель может быть поставлена либо вами, ну, там, работодателем, либо самим работником, то первая идея, то, что используя техники постановки цели, можно значительно улучшить, увеличить работоспособность, там, мотивацию сотрудника. Причем цели гораздо лучше работают в простой структуре задач, да, то есть где понятны какие-то шаги. Можно значительно, используя цели, можно увеличить продуктивность сотрудника не меньше, чем используя, там, денежные вознаграждения. И причем даже если вы уже использовали какие-то денежные вознаграждения, то еще используя при этом дополнительно целеполагание какое-то интересное для сотрудника, вы можете тоже еще больше увеличить его перформанс, там, его продуктивность. Вообще это очень обусловлено нашей физиологией, тем, как устроен наш мозг. Помните, мы обсуждали дофамин и говорили, что вот в экспериментах, например, Шульца с обезьяной было показано, что дофамин сначала выделяется на награду, потом он, когда формируется некоторый условный стимул, то есть стимул связывается с вознаграждением, дофамин начинает выделяться на стимул, на лампочку, например, и потом, например, если загорелась лампочка, выделяется много дофамина, но обезьяна не получает вознаграждение, то дофамин здесь уменьшается. То есть, как это относится к нашей такой задаче продуктивности? Если у нас есть какая-то великая цель нашей работы, зачем мы все делаем, и мы к ней постепенно движемся, выполняем какой-то свой план, ну, например, скажем, у вас есть цель стать, не знаю, великим ученым, получить Нобелевскую премию, допустим, и у вас есть план, что для того, чтобы получить Нобелевскую премию, сначала вам нужно хорошо, успешно закрывать сессию, вот, и потом еще что-то, еще что-то, вот, и таким образом у вас, когда вы получаете там свою пятерку на сессии, у вас начинает выделяться как бы дофамин, и вы думаете, что это там приближает вас к вашей Нобелевской премии. Ну, правда, в конце, конечно, например, если вы будете получать пятерки, а Нобелевскую премию не получите, то дофамина будет, возможно, сильно меньше, но, тем не менее, вот такое планирование и связывание конечной цели с текущими шагами позволяет нам, как бы, радоваться нашему мозгу, радоваться также при выполнении каких-то промежуточных шагов, как если бы мы достигали уже эту конечную цель. Вот, причем в экспериментах Мартина Селлингмана по выученной беспомощности, он проводил такие эксперименты на собаках, которые двигались там по ленте, такой беговой дорожки небольшой, и их постоянно били ток. Причем какие-то собаки, если они доходили там до определенного уровня, заходили за границу, то их переставали бить током, вот, и, но для каких-то собак это там долгое время не работало, то есть как бы они ни старались, куда бы они ни шли, их все равно било током, вот, и в итоге те собаки, которые там не получали долгое время вознаграждения, у них формировалась вот эта выученная беспомощность, то есть они вообще переставали что-либо делать, там, что-то дополнительное, пытаться, пытаться как-то избежать вот этих ударов током. Вот, то есть это показывает, что если мы постоянно, например, ставим сверхсложные задачи и никогда не решаем их, то есть не достигаем своей цели, это может сформировать вот такую выученную беспомощность, что мы, как бы, наш мозг будет считать, что все бесполезно, вообще не нужно ничего делать. Вот, поэтому даже если у вас там не получается решать какие-то сложные задачки, полезно всегда брать, решать какие-то простые задачки, чтобы вот этого эффекта у вас не формировалось. Следующий вопрос — это что мы делаем? То есть что это? Какая-то последовательность шагов для достижения нашей цели. Ну, на эту тему написано кучу книг, то есть на самом деле это тема, как делать план или там to-do-лист, некоторый список дел. И, например, Брайан Трейси, наверняка вы знаете этот известный совет, и eat that frog, то есть съешь лягушку, то есть в самом начале делать самое сложное. То есть если вы проснулись, там, позавтракали, потренировались, и первое, что вы делаете, это какой-то сложный звонок или какое-то неприятное дело, то потом все будет вам ни по чем. Но другая книга, про которую я хочу сказать, это книга Даймона Захариадиса, и он цитирует статистику приложения по продуктивности I Done This, то есть это приложение, которое позволяет людям делать to-do-листы или списки дел. Вот, и оказывается, что 41% процент этих дел, которые люди заносят в списки, они никогда не совершаются. 50% завершаются в первый же день, ну, то есть вы сделали там на неделю, например, и 50% в половину в первый же день выполнили. 18% они делают за час, ну, то есть совсем быстро, и 10% за минуту. Вот, ну, то есть, в принципе, это говорит о том, что эти списки дел достаточно неэффективны. То есть, наверное, если вы сделали список дел там на 7 дней, то он хороший, если вы где-то там 15%, например, сделали в первый день, столько же во второй и так далее. Ну, и уж тем более там должно быть дело, которое вы никогда не сделаете. Почему же такие списки не работают? То есть что мы делаем не так обычно? Во-первых, люди, которые делают на списке дел, не знаю, никаких технологий, они, как правило, не думают о цели. То есть мы просто накидываем все, что нам бы хотелось сделать, все, что нас просят сделать, не понимая, зачем. То есть это вот к вопросу, к первому нашему вопросу. Например, там, вам написали письмо, вы такие, о, надо же ответить на письмо, или вдруг попросил там скинуть какой-то номер чей-то, вы приходите в комнату, у вас стол не убран, или вы начинаете вот все-все-все эти возможные дела просто заносить в этот список. Или вам говорят, вот, прочитай хорошую книжку такая-то. Вот, второй момент, это то, что мы часто не оцениваем правильно дедлайн. То есть мы не пишем, когда дедлайн, какого дела. Следующий момент, это то, что листы такие обычно очень длинные. Вот, чем это плохо? Потому что если у вас есть слишком большой список дел, в реальности, когда мы в течение дня, недели пытаемся выполнять эти дела, в нашем подсознании не может одновременно храниться как бы слишком много дел. То есть все мы знаем, что наша рабочая память – это где-то 5 плюс минус 2 идеи, предложений. Поэтому если вы записали там 10 или 12 дел, то, скорее всего, какие-то вообще вылетят у вас из головы. Другой момент, то, что такие листы очень часто разнородные. То есть совсем-совсем разные дела из разных областей. Чем это плохо? Если у вас есть какие-то комбинации там по проектам, по типу дел, то автоматически вот все эти дела одного типа, они как бы объединяются в некоторый класс. То есть если у вас было, скажем, 10 дел и там по 3, например, дела из каждого проекта, то у вас мозг это воспринимает как 3 дела, примерно 3-4 дела, а не 10 дел. И вы уже внутри каждого проекта вспоминаете детально, какие отдельные задачи. Следующая проблема – то, что мы часто с трудом приоритизируем эти задачи, поэтому мы не знаем, с чего начать, за что важно взяться вначале. Мы не пишем достаточно деталей о каждом задании. Потом может оказаться, что что-то из заданий мы не можем сделать, например, потому что оно еще зависит от другого человека, который сейчас не может нам помочь. Какие-то задания слишком амбициозны. И это основные пункты, почему мы не делаем хорошие туду-листы или списки дел. Ну, такой как бы шуточный пример, хороший список дел и там плохой список дел. Ну, видите, он, наверное, плохой еще, потому что здесь мало дел отмечено. Есть дела, ну, там, clear in box, это, наверное, больше относится непонятно зачем очищать in box. Вот, дальше, например, get life in order, привести в порядок жизнь, это задание вообще не имеет конкретных критериев решения, что значит привести жизнь в порядок, непонятно. В своей книге Getting Things Done Дэвид Аллен описывает то, как бы, а как же правильно делать вот эти туду-листы. И приводит кучу техник. Вы, если озадачитесь этим вопросом, наверняка найдете у него какую-то технику, подходящую именно вам. Вот, например, 10 наиболее популярных систем, как делать туду-листы. Ну, то есть, например, длинные листы, где все включено, но это, как бы, не очень хороший пример, мы уже говорили. Лист вида задания, дата начала, дата конца, ну, такая, как бы, диаграмма Ганта. Дальше, такие спаренные листы, это какие-то ключевые вещи, которые нужно сделать, то есть, некоторые цели, большие проекты и листы вот на конкретный день, то есть, когда вы встаете, там, в четверг, например, утром, в пятницу и смотрите, а что же конкретно сегодня нужно сделать. Дальше разные комбинированные стратегии, например, 3-2, 1-3-5, там, и так далее. Что это значит? Это значит, что у вас есть, например, три каких-то больших задачи, вот, или там одна большая задача и две задачи поменьше там. Или три задачи из одной области, две задачи из другой области. Вот, ну, или в правиле 1-3-5, тут имеется в виду одна большая, три каких-то поменьше и пять совсем маленьких, там, кому-то позвонить, что-то написать. А система, ориентированная на проект, это разделение, собственно, по проекту, вот, ну, и другие системы. И как же сделать идеальный туду-лист по мнению Пола Алина? То есть, во-первых, нужно отделить текущие задачи от задач на будущее. То есть, текущие задачи, это что вы, процессы, которые вы уже в них вовлечены, вам их нужно точно делать. А задачи на будущее, это какие-то ваши хотелки, будущие проекты, да. Например, текущие задачи, там, сдать задания, там, сдать зачеты, а какие-то задания на будущее, это, там, научиться китайскому, например, или прочитать какую-нибудь художественную книгу, там, или что-то еще. Дальше, определить, что будет результатом, то есть, что вы получите в результате выполнения каждой задачи. Что вас вообще мотивирует делать эту задачу, какой-то ощутимый результат. Дальше, разделить проекты на отдельные задания. То есть, у вас может быть какой-то большой проект, например, выучить английский, вот, но понятно, что, непонятно, как подступиться к этому заданию, и его нужно разделять на отдельные задачи. То есть, например, прочитать, там, первую главу учебника, выполнить упражнение номер три, и так далее, и так далее. Определить дедлайны для каждого задания, уменьшить количество пунктов в вашем списке до семи, ну, как мы говорили, есть правило 5 плюс минус 2, то есть 7, это, в общем-то, уже предел, который стоит именить в своем списке. И разделить задания на проекты типа и локации, то есть, например, у вас есть, там, два задания, которые нужно сделать в Долгопрудном, два задания в Москве, ну, и чтобы не было так, что вам надо два раза туда-сюда переезжать. Лучше комбинировать, естественно, эти задания по месту и типу, чтобы много раз не переключаться. Ну, выкинуть ненужное, оценить, как долго занимает каждое задание. Написать эти задания, начиная с активного глагола, то есть, например, не книга, а там, почитать книгу, и определить, где вам нужна помощь, где вы зависимы от других людей. Вот, теперь мы, как бы, научились писать правильные списки, правильные туду-листы, и вопрос в том, а как же нужно теперь работать, выполнять эти задания. Ну, здесь я приведу только один совет, и он очень простой, заключается в том, что концентрация лучше, чем многозадачность. Почему? Потому что есть целый ряд исследований, например, вот такое исследование, где измеряли HRV, то есть вариабельность сердечного ритма, то, насколько меняются, насколько разные интервалы между нашим сердцебиением. Этот показатель фактически, если совсем упрощенно, он показывает уровень стресса. Почему об этом мы, может, поговорим с вами на курсе физиологии на практике достаточно подробно. Но, в целом, он определяется тем, как взаимодействуют наши симпатические и парасимпатические нервные системы, насколько они находятся в взаимном напряжении. Вот. И, собственно, здесь показано, что если мы очень много там взаимодействуем с соцсетями, переключаемся, читаем имейлы, то при этом у нас увеличивается уровень стресса, то есть уменьшается HRV. Еще в нескольких исследованиях, ну, здесь такой некоторый summary этих статей, то, что, ну, как бы, во-первых, какое-то количество людей способных к многозадачности, но в реальности не так много, то есть где-то на самом деле 2% людей. Вот. А у остальных людей такая многозадачность уменьшает IQ, то есть если вы постоянно переключаетесь между задачами, при этом решаете тест на IQ, то у вас получится на примерно в среднем на 10 пунктов меньше, чем обычно. Это аналогично, например, тому, что как если бы вы не спали целую ночь. Вот. И последний аргумент, он состоит в том, что на самом деле у нас есть бутылочное горлышко, то есть узкое место в мозге нашей, собственно, рабочей памяти, которое находится вот как раз в латеральной префронтальной коре, и в этом исследовании, которое публиковано в нейроне в 2006 году, Дюкс и Пол изучали fMRI, то есть функционально-магнитно-резонансную томограмму для испытуемых, которые делали одно задание или два задания параллельно. Вот. И при этом мы, ну, они заметили, что для тех, кто выполнял два задания, образуется вот такой провал в активации латеральной префронтальной коры, который, правда, очень короткий, то есть всего две секунды. То есть, но, с одной стороны, если вы выполняете задания, в которых важно критическое время, например, вы находитесь за рулем, там где-то выезжает грузовик, то две секунды, в принципе, это очень много. Вот. Поэтому, собственно, не рекомендуют разговаривать по телефону, например, когда вы ведете машину. А с другой стороны, если вы постоянно удерживаете, там, в памяти эти две задачи и постоянно между ними переключаетесь, например, то за какую-нибудь минуту вы, допустим, 10 раз переключаетесь, это уже не две секунды, а 20 секунд. То есть треть времени вы просто потеряете на вот эти переключения. И следующий момент, это, ну, как нужно себя чувствовать, какое должно быть состояние у организма, чтобы быть продуктивным. Ну, здесь можно рассказать немного про такое статистическое исследование людей, которые читали новости. То есть оказалось, что, в принципе, чтение новостей статистически, оно заставляет людей испытывать больше стресс, потому что они больше фокусируются на негативных новостях, чем на позитивных, и чувствуют свою сопричастность. То есть их мир не только ограничен тем, где они находятся сейчас, но и туда включаются все те новости, которые они читают. И поэтому при чтении новостей в целом люди начинают больше испытывать стресс. Другой момент был показан в журнале Card Biology в 2020 году, где исследовалось влияние, опять же, стресса на планирование. То есть в этом исследовании испытуемые проводили некоторое время в МРТ во время навигации по виртуальному городу. То есть после того, как участники ознакомились с извилистыми маршрутами в южне городов, их поместили на один из запоминаемых путей и сказали перейти к заданному месту. Чтобы проверить влияние стресса, исследователи предупредили некоторых участников, что они могут получить легкий электрический удар, не связанный с их исполнением задачи во время вот этой поездки виртуальной. Участники, которым не нужно было беспокоиться о случайном электрическом ударе, имели тенденцию придумывать и использовать новые короткие пути, которые были основаны на их воспоминаниях, полученные из предыдущих виртуальных поездок, в то время как участники, которые испытывали стресс, были склонны отступать на извилистые привычные маршруты. То есть до начала вот этой виртуальной поездки участники практически удерживались на исходной позиции и сканирование мозга этого периода показалось, что у людей со стрессом было меньше шансов, чем у их коллег активировать гиппокамп, то есть структуру мозга, которая была активной, когда они просматривали мысли на предыдущие маршруты. Ну, также они проявляли меньшую активность в лобно-теменных долях, что тоже показывает, что им было сложнее активировать процессы, связанные с их текущими целями. То есть в целом эта работа показала, что стресс мешает поиску нейронных воспоминаний и вот как следствие планирование. Следующий момент про наши ощущения во время продуктивности и состояния организма лучше иллюстрирует закон Геркса-Дотсона. То есть вообще это такой эмпирический закон из психологии, который утверждает, что наилучшие результаты достигаются при средней интенсивности мотивации. То есть существует определенная граница, за которой дальнейшее ее увеличение приводит к ухудшению результатов. То есть в 1908 году Роберт Еркс и Джон Донсон установили, что чтобы научить животных проходить лабиринт, лучше подходит средний уровень мотивации. То есть она задавалась интенсивностью удара в ток. И известно, что чтобы осуществлялась деятельность, необходима достаточная мотивация. Но если она слишком высокая, то ухудшается эффективность работы. То есть то же самое, такой же закон, такой эмпирический закон работает и для психического возбуждения, или физиологического возбуждения. Ну да, вот это, наверное, heaven version of Gert's Dotson law иллюстрирует как раз относительно возбуждения. То есть если вы хотите спать, у вас совсем низкий уровень возбуждения, то ваша продуктивность невысокая. Дальше она вырастает с увеличением уровня возбуждения, но если вы слишком сильно перевозбуждены, то вы тоже будете делать слишком много этих лишних действий, и продуктивность от этого только падает. Обзор влияния гормонов стресса или глюкокортикоидов и когнитивных функций у человека. Который был в 2007 году написан Brain and Cognition, показал, что показатели памяти в зависимости от циркулирующего уровня глюкокортикоидов действительно демонстрируют такую перевернутую O-образную кривую, которая своей формой напоминает кривую Еркса-Дотсона. То есть долговременная потенциация или процесс формирования долговременных воспоминаний оптимален, когда уровень глюкокортикоидов слегка повышен, но не слишком сильный. Еще один момент, это момент, связанный с уровнем сна, то есть насколько хорошо мы высыпаемся. Согласно исследованию McKinsey, 43% работников США заявляют, что они недостаточно высыпаются, и 46% говорит, что недостаток сна не вызывает эффекта на их работу в рабочем месте. То есть еще раз про продуктивность. Мы поговорили, что есть четыре компоненты. То есть первая компонента — это наша цель, зачем мы что-то делаем, наша как бы мотивация ключевая. Второе — это насколько хорошо мы продумали, как достигнуть этой цели, то есть наш список дел, там to-do-лист. Третье — это концентрация на тех вещах, которые мы делаем в текущий момент. И четвертое — это наше состояние. То есть если мы не слишком хотим спать, не слишком перевозбуждены, если мы не испытываем сильный стресс и тревогу, то в этом случае наша продуктивность будет оптимальна. Но, конечно, все определяется, наверное, не только тем, насколько мы хорошо придумали цель, шаги и так далее, но в целом, возможно, наш успех в той или иной деятельности еще зависит от типа личности. То есть, чтобы понять, что мы можем делать лучше всего, нужно понять, а кто же мы есть. И, конечно, первая классификация по таким типам личности — это классификация по темпераменту. То есть классификация по темпераментам — это такая устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности, которая связана с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности. В целом, это слово «темперамент» в переводе с латинского обозначает смесь химических компонентов. И это понятие ввели еще врачи античности Гиппократ и Гален, правда, по-другому обозначали темпераменты. И они предположили, что существуют устойчивые индивидуальные различия в соотношении между химическими системами, которые регулируют поведение человека. То есть преобладание лимфы делает человека спокойным и медлительным, или флегматиком. Преобладание желтой желчи делает человека истеричным, горячим таким холериком. Преобладание крови подвижным и веселым сангвиником. И преобладание черной желчи делает человека таким грустным и боязливым или меланхоликом. Но это разделение очень долго существовало в культуре. И впоследствии его формализовали другим образом. То есть, во-первых, даже Иван Петрович Павлов в своем описании высшей нервной деятельности показал, что есть физиологические основы темперамента. И, соответственно, есть слабый тип, который характеризуется слабостью как возбудительного, так и тормозного процессов и соответствует меланхолику. Сильный неуравновешенный тип, который характеризуется сильным раздражительным процессом и слабым процессом торможения и соответствует холерику. Сильный уравновешенный подвижный тип, который соответствует сангвиннику. И сильный уравновешенный, но с инертными нервными процессами, которые соответствуют флегматику. Но в целом еще разделяют эти типы на экстраверсию, интроверсию, то есть холерики, сангвиники относятся к экстравертам и меланхолик, флегматик к интровертам. И на эмоциональную чувствительность или эмоциональную стабильность, то есть сангвиники, флегматики, эмоциональная стабильность. Но вообще современные типологии личности, они в некотором смысле появились в клинической психологии. То есть когда нужно было работать с пациентом и нужно было понять, во-первых, его интеллектуальный уровень, его присутствие или наличие каких-то изменений мозга, наличие ментальных расстройств, если они есть, и таким образом уже сформировать какой-то персональный диагноз. На данный момент существует огромное множество разных диагностик, видите, например, Майерс-Брикс еще в 1921 году, можно сказать, сформировались. И вот с тех пор регулярно появлялись новые-новые тесты личности, шестифакторные тесты личности, ММПА имени соцки, тест личности и так далее. То есть сейчас, в принципе, большое количество существует разных тестов. Но если вы хотите для каких-то целей использовать тест личности, то нужно понимать, что на самом деле, в принципе, их можно разделить на два типа по их цели. То есть есть тесты, которые используются для того, чтобы понять, нужно ли вам сходить к доктору, то есть к психиатру, насколько у вас здоровая психика в текущий момент. То есть если вы чувствуете, что у вас могут быть симптомы каких-то психических заболеваний, то можно пройти эти тесты и обратиться при необходимости к специалисту. Если вы получаете высокий уровень по одному из опросов. Второй случай, если вы чувствуете себя вполне хорошо, у вас нет цели обращаться к специалисту, но вы хотите лучше про себя что-то узнать. То есть какие-то персональные черты характера. К таким тестам относятся, например, ММПА, пятифакторный опросник, MBTI, Hogan и так далее. Ну, то есть обычно, в принципе, их даже по названию можно определить. Как правило, в диагностических тестах фигурирует название какого-то расстройства. Например, social frustration test, social phobia test, anxiety test и так далее. Дальше. Тесты в правой части, то есть персональные тесты, они, как вы видите, тоже делятся на психологические и бизнесовые тесты. Как определить, в чем отличие. То есть, во-первых, ну, понятно, бизнесовые тесты, они, как правило, платные. И психологические тесты, они, как правило, могут быть, их можно найти в интернете и бесплатно там, и на русском, и на английском. Дальше. В соответствии с результатами психологических тестов, как правило, ничего не понятно. То есть, это просто какой-то набор каких-то шкал, которые нужно уметь интерпретировать, и только психолог может их интерпретировать. Тогда как бизнесовые тесты, они имеют коробочное решение, вам говорят, вы там по типу личности такой-то, у вас такие свойства, и сильные стороны, слабые стороны, все вам расписывают. Ну, да, дальше. Бизнесовый тест, как правило, больше говорят о сильных сторонах. То есть, там, если тесты платные, нет особо смысла много писать о ваших минусах, недостатках. А психологические тесты, как правило, более нейтральны. Вот. Ну, и, в принципе, вы можете поискать в интернете, погуглить, есть ли какая-то научная подоплека у этих тестов. То есть, как правило, психологические, профессиональные тесты, они строятся на основе каких-то исследований и более верифицированы, чаще верифицированы, чем бизнесовые тесты. Ну, теперь расскажу немножко про несколько из них. Ну, начнем с одного из самых распространенных и древних тестов. Это MBTI или Myers-Briggs Type Indicator. Вообще, типология Myers-Briggs – это типология личности, созданная на базе типологии Юнга в 40-х, где-то в 20-40-х годах. Двумя американскими психологами. И она получила широкое распространение в США и Европе. Достоверность ее подвергается критике. То есть, в принципе, ученые достаточно осторожно относятся к этому подходу. Из-за того, что исходные предположения авторов типологии связаны с накоплением эмпирических данных и зачастую не находят подтверждения. Вообще, изобретатели этой типологии – это американка Изабель Брикс-Майерс и ее мать Кэтрин Брикс. То есть, в принципе, эта типология имеет много общего с типологией психологических типов Карла Густава Юнга. И суть ее в следующем. У нее есть четыре шкалы. То есть, первая шкала, ну и, соответственно, 16 типов личности, да, то есть два в четвертой степени. Первая шкала – это экстраверсия-интроверсия. То есть, экстраверсия – это ориентация наружу на объекты. Интроверсия – это ориентация внутрь субъекта. Вторая шкала – это ощущение интуиции, СН. Это способ ориентировки в ситуации. То есть, ориентировка либо на материальную информацию, то есть ощущение, либо на интуитивную информацию. Третья шкала – это мышление, чувство, thinking, feeling. Это основа принятия решений, то есть, либо логическое взвешивание альтернатив, либо принятие решений на эмоциональной основе. И последнее – это суждение восприятия или judging perception. То есть, либо рациональное предпочтение планировать и заранее упорядочивать информацию, либо иррациональное предпочтение действовать без какой-то детальной, предварительной подготовки, больше ориентируясь по обстоятельствам. Ну, собственно, психология типов Карла Юнга, на основе которой была сделана эта классификация. И, как вы видите, из каждой шкалы выбирается в итоге какая-то одна буква, и мы получаем 16 этих типов. Другая классификация или другой тест личности – это MMPI, то есть Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Как вы видите, уже он такой настоящий психологический опросник, то есть в нем ничего не понятно, неподготовленному такому слушателю, но это наиболее изученная и одна из самых популярных психодиагностических методик, которая предназначена для исследования индивидуальных особенностей и психических состояний личности. То есть он широко применяется в клинической практике. В основу методики было положено количественное сопоставление ответов представителей нормативной группы с типичными ответами больных, у которых в картине клинических расстройств четко преобладал тот или иной психопатологический синдром. То есть это ипохондрия, депрессия, астерия, психопатия, психостения, паранойя, шизофрения и гипомания. То есть это очень объемные, утомительные опросники, и в этом, собственно, содержится слабость теста, то есть, как правило, испытуемый может устать или потерять интерес к заполнению опросника и может там небрежно начать отвечать на вопросы. Еще одна классификация. Это энеограмма личности или просто энеограмма? То есть это концепция типов личности и взаимоотношений между ними. То есть она описывает 9 глубинных подсознательных драйвов, их влияние на мировоззрение, мышление, эмоциональные и поведенческие стратегии, как бы 9 таких людей или типов личности. Она была разработана в 70-х годах. Оскар базируется на работах Оскара и Чаза и Клаудио Наранха. И эти типы личности как бы располагаются на такой окружности на равном расстоянии. И эти типы соединены еще связями. Эти связи варьируются в зависимости от результатов ответа на тест. То есть в итоге получается еще внутри такая сложная фигура. То есть со стрелками. Тут должны быть стрелки, которые символизируют изменения в поведении людей, в ситуации стресса или в ситуации психологического комфорта. То есть может в какой-то ситуации преобладать одна личность, субличность такая, в другой ситуации другая. Эти субличности также детально описаны. То есть для каждой личности есть какая-то священная идея, правда, любовь, истина, какой-то базовый страх, базовое желание, эмоции. И, соответственно, пройдя опрос по этому типу личности, вы получите распределение того, какой тип личности у вас превалирует в той или иной ситуации. Следующая классификация – это классификация по Хогану или Большая Пятерка. То есть Большая Пятерка – это диспозициональная модель личности человека, диспозициональная, то есть от слова disposition или предрасположенность. То есть она говорит, собственно, о предрасположенностях, а не фиксирует какую-то одну модель личности. И она, соответственно, отражает восприятие людей друг другом. В ее основе лежит лексический подход, который использует факторный анализ языка, словесных описаний. И это продолжение работ Олпорта и Зенка, которые предполагали, что язык может отражать какие-то аспекты личности, которые характеризуют индивидуальную адаптацию человека к социальной среде с учетом свойств индивида. То есть вот у вас есть некоторые предрасположенности, вас как индивида, и когда вы общаетесь в социуме, то вы выбираете те или иные словесные конструкции для адаптации вот этой вашей сущности. И, собственно, поэтому по словесным конструкциям можно определить ваши предрасположенности. Соответственно, это большая пятерка, то есть есть пять относительно независимых общих черт или диспозиций. Это экстраверсия, вот экстравершен, это доброжелательность или там дружелюбие, способность прийти к согласию, добросовестность или сознательность, это нейротизм, то есть противоположный полюс эмоциональной стабильности, и открытость опыту, openness. Вот, то есть модель выводится эмпирически с использованием данных самоотчетов, это опросники, шкалы прилагательных с учетом экспертных оценок, то есть внешних наблюдений за поведением человека и поведенческих данных, которые получаются в рамках исследований. Ну, то есть эмоциональная стабильность или нейротизм, то есть это может быть там либо очень такой стабильный, устойчивый, тихий человек, либо человек реактивный, может там даже депрессивный, волнительный. Экстраверсия, ну, тоже понятно, что экстравертный человек это разговорчивый, социальный, и который заряжается в социальном общении, и интровертный, это тот, кто наоборот заряжается, когда он находится один. Открытый эксперимент, то есть более открытый эксперимент об этом человек с высоким уровнем воображения, креативный, там, постоянно выдумывает что-то новое, и менее открытый к новому опыту, это такой традиционный, догматичный, и для которого вот важна какая-то интеллектуальная такая стабильность. способность договариваться или нет, скорее доброжелательность, то есть более понимающий, прощающий и такой наоборот антрограмманистичный и, скажем, неслонный кооперироваться. Добросовестный или там исполнительный, это у которого, например, есть небольшое количество целей, он систематический, систематичный, организованный, с высоким уровнем самодисциплины, ответственный и, соответственно, по противоположности. Вот есть и другие классификации, там, например, color code классификации по мотивации, или сейчас вот очень популярна 360, диагностика 360, то есть в чем ее отличительная отличительная особенность от других диагностик в том, что здесь не только вы отвечаете на вопросы, но и другие люди отвечают на вопросы о вас. Ну, например, если вот вы работаете там в компании, то у вас есть, например, менеджеры, которые вами управляют, ставят вам задачи, они отвечают на вопросы о вас, есть там ваши покупатели, скажем, клиенты какие-то, есть там ваши друзья, родственники и так далее. И, соответственно, диагностика 360, она учитывает как бы оценки, описания личности со всех сторон. То есть в плане не только вашей оценки. И теперь по поводу, то есть эта лекция получается такая, можно сказать, практически сугубо психологическая, но есть очень важный, интересный вопрос, насколько, ну, про продуктивность мы уже поняли, что есть часть такая, как некоторый софт, насколько мы хорошо используем техники продуктивности, то есть умеем ставить цель, умеем ставить задачи и там концентрироваться на них, то есть здесь, в принципе, по физиологии, каким-то физиологическим характеристикам можно что узнать из продуктивности, только состояние нашего организма, насколько в целом мы энергичны, то есть понятно, что если человек вялый, совсем без сил, даже если хорошо у него организован процесс, ему будет сложно достигать результатов, и второе, насколько он может концентрироваться на задаче, то есть это тоже мы можем померить по работе его мозга. Что же касается типов личности, тут вот все эти классификации, все эти опросники, они, в общем, носят в основном психологический характер, как правило, и то есть непонятно, как, скажем, связаны типы личности со строением мозга, и на самом деле таких работ, которые пытаются как-то связать, достаточно мало, но они есть. Например, вот эта работа, опубликованная в PLOS ONE, здесь исследовалась, насколько внутренняя архитектура мозга как бы отображает какие-то собственные типы личности. и здесь исследовалась классификация Хогана или большой пятерки, вот как вы помните, нейротизм, экстраверсия, открытость, доброжелательность и добросовестность. Вот, и то есть что делали? Делали, брали просто большую выборку людей, которые проходили этот опросник и смотрели их активацию в разных заданиях, как она коррелирует с вот этими характеристиками, нейротизмом, экстраверсией, открытостью и так далее. Вот, и нашли собственно такие подсети мозга, которые больше, активация которых больше скоррелирована с каждым из этих свойств. Вот, но, то есть сложно как-то это качественно интерпретировать, потому что вы видите, что достаточно в некоторых частях мозга особенно они сильно там даже пересекаются, вот, но, тем не менее, есть какие-то участки, например, открытость, видите, здесь большая часть медиальной перифронтальной коры и там кусочек передней поясной извилины, там даже дорсо-латеральной коры, то есть какие-то элементы сетей в достаточной степени больше активируются у людей там с более выраженной, например, открытостью нового опыта. В другом, например, таком исследовании, которое опубликовано в прошлом году в Frontiers Psychology, исследовались сновидения, то есть как меняется, как зависит, как связан характер сновидений с типом личности по MBTI, то есть Myers-Briggs классификация личности, где 16 типов. И здесь была показана связь некоторых аспектов сновидений с определенными чертами личности, например, экстраверсия и интроверсия, то есть люди с типом интроверсия больше были склонны видеть какие-то сны, содержащие эмоциональную напряженность или пассивные эмоции, чем экстраверты. Кроме того, интроверты больше страдали от кошмаров, чем экстраверты. Но экстраверты чаще делились содержанием своих сновидений с другими, это достаточно очевидно. Дальше если сравнивать по типам ощущения интуиции, то есть сенсорики и интуиты, то интуиты более позитивно относились к сновидениям и получали из них больше новых идей и каких-то эмоций и снов, чем сенсорики. также у интуитов было больше каких-то метафорических включений в сновидении, то есть не конкретных, а каких-то образов малосвязанных с реальностью. В другом сновидении смотрели связь активации дефолтной сети мозга, дефолт нетворк, также в зависимости от пяти компонент большой пятерки. и опять же было показано, что только для открытости, то есть открытость это такой значительный предиктор связности, эффективности дефолтной сети работы мозга. так, ну, и последнее, что я хочу сказать, я хочу сказать, что есть много тестов, вы можете, вот здесь есть ссылки, потом я скину презентацию, можете покликать на них, многие из них бесплатно, например, ColorPod, Via Charters, Энеограммы, но MMPI, только достаточно бесполезен без психологической интерпретации, тест на акцентуации, пятифакторный опросник и, например, Principle U, тоже такой интересный опросник, вот, может быть, советую его пройти. И напоследок, то есть, что в итоге нужно, можно делать, чтобы быть более продуктивным, лучше понимать какие-то свои сильные стороны. Ну, есть куча разных советов, как быть более продуктивным, но многие схемы, они очень сложные, то есть, вот, например, в таких схемах есть советы по тому, как должен быть устроен как бы ваш разум, как нужно питаться, какое должно быть расписание, как нужно правильно спать, заниматься, использовать какие-то хаки и так далее. Есть, например, более простые схемы, где там всего несколько пунктов, то есть, регулярные тренировки, наличие какого-то комфортного расписания, листы, писать листы, что стоит делать, что не делать, там, делать перерывы, не быть многозадачным, устанавливать какие-то дедлайны, вот, но вы, конечно, наверное, лучше знаете себя, насколько вам важна структура или интуиция, если вы не знаете, вы можете пройти один из этих опросников и выбрать схему, которая, по которой становиться более продуктивной. последняя следующая лекция будет в следующий четверг, 9 декабря в это же время. и